Россияне вновь ударили по Одессе. У нас больше с вами нет преб-женского собора. Российские пропагандисты взялись за зет-патриотов. Гиркин предсказывает будущее. В Подмосковье захватили дом Януковича. А вагнеровцы собрались идти на Польшу. Всем привет, меня зовут Ева Николашвили, а это программа «В тренде». Сегодня поговорим с вами о российском лицемерии, расскажем о удивительных совпадениях в РФ, а еще просто покажем скрепы русского мира. Россияне кричали, что Одесса – это исконно русский город и что он должен вернуться домой. Но вот прошло полтора года с начала полномасштабной войны. Одессе там в целом, как и полтора года назад, противна Россия. Поэтому оккупанты начали запускать по городу десятки разных ракет, равняя город с землей. В ночь на воскресенье захватчики вновь обстреляли Одессу. Погибшие и десятки раненых. Но для оккупантов это ничто. Одна из ракет россиян попала по спасо-преображенскому кафедральному собору. Он получил значительное повреждение. У нас больше с вами нет преображенского собора. Увы, мы послужили, помолились немножко. Я вас всех предупреждал и говорил о себе. Но собора, вот там алтаря нету, у нас больше. И все больше полностью, все разрушено. Этот храм отстраивали все одесситы после разрушения его советской властью. Но после его вновь оккупировал русский мир. Храм стал пастбищем для московского патриархата. В 2010-м его крестил патриарх РПЦ Кирилл. А в 2023-м собор уничтожили те, кого благословляет этот КГБшный поп. Конечно же, российские пропагандисты начали заявлять, что собор уничтожили украинцы. Об этом, например, написала Скобеева. Но это всегда настолько выглядит ничтожно, что мне даже комментировать не хочется. Ведь недавно она радовалась атакам россиян по Одессе. А теперь, якобы, это все украинцы. Про Одессу, если можно. Буквально пару слов. Мы, разумеется, не агрессоры, но с удовольствием смотрим на то, как мы уже третью ночь подряд наносим удары, как нам было сказано, удары возмездия. Российские пропагандисты славятся подменами понятий. Именно за это они получают деньги. Доказательств этому не требуется. Но я все же предоставлю. Еще недавно Путин кричал, что одна из причин войны с Украиной – это якобы спасение русскоговорящих. Но вот сейчас методички поменялись. И Витязева начала говорить, что спасать-то никого на самом деле РФ не собиралась. Поэтому, когда я сегодня вот прочитала о том, что, оказывается, наши ребята проливают в одном, причем прочитала в одном из вполне себе патриотических, вот, телеграм-каналов о том, что, оказывается, наши ребята выполняют, главная задача СВО, которую они выполняют – это освобождение украинцев. Но, если честно, я немножечко расстроилась и разозлилась. Почему? Потому что наша главная задача – это наша безопасность и наши интересы. Заметили, что Витязева ненавязчиво обвинила российские телеграм-каналы? Похоже, бункерный дед решил пресечь критику власти от зет-патриотов. И такие заявления идут не только от Витязевой. Кто вы такие? Вот эти все Стрелковы-Гиркины, вот эти Губаревы, Подоляки, вот эти все Монтяны. Кто вы такие, чтобы что-то здесь говорить, указывать нам, каким должен быть Владимир Владимирович Путин, Министерство обороны и все прочее? Кто вы такие? Такое ощущение, что Россия взяла курс на полную зачистку мнений. Там и так не особо можно было говорить что-то против царя. Но в последнее время в телеграм-каналах на это плевали. Зет-пропагандисты все чаще начали критиковать Министерство агрессии РФ. А после задержания Гиркина и подавно. Нужна тотальная зачистка. Жесткая военная цензура. Все срочнозборы только через государственные ресурсы должны проходить. Но я еще раз подчеркиваю, приготовиться всем графоманам, бездарям и прочим вот этим вот любителям военных переворотов, майданов и всего остального. Мы этот майдан не допустим. Кстати, забавно, что Гиркин предсказал свое будущее. Летом 2022 года он заявил, что если его задержат, то Россия движется по пути поражения. Если завтра, условно говоря, меня под белые рученьки за разглашение каких-то сверхсекретных тайн, которых, я не знаю, отправят в места заключения, это значит, что победила либерально-олигархическая группировка в окружении Путина. Смотрите на меня, условно говоря, из этого делайте выводы. Посадят, значит, забывайте про победу в этой войне. Не посадят, отправят служить, значит, надежда на победу есть. Как вы думаете, Гиркина слова подтвердятся? Пишите свои мысли в комментариях, а еще не забывайте ставить лайки и обязательно подписывайтесь на канал. У нас интересно. Есть еще одно удивительное совпадение. Смотрите, российские пропагандисты начали мочить критикующих патриотов. И тут на фронте погибает якобы журналист Ростислав Журавлев. Якобы журналист, потому что первое, российских пропагандистов в целом тяжело назвать журналистами. А во-вторых, Журавлев еще в 2014 году убивал в составе одной из вооруженных банд, так называемой ЛНР. Кстати, он еще с Губаревым штурмовал Донецкую АГА. С тем самым Губаревым, которого также задержали российские силовики. Совпадение? Не думаю. Еще одно совпадение случилось в Подмосковье. Там эдакий Робин Гуд променял Шервудский лес на коттеджный поселок Шервуд. Пришел с оружием в дом и сказал, что будет тут жить. Еще кричал, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль. Не буду долго разглагольствовать, его ликвидировали. Так почему я сказала совпадение? Да потому что этот мужчина, оказывается, только вернулся с войны в Украине. Удивительно, почему это он решил идти на Кремль? Какие ваши мысли? Еще говорят, что в доме, который захватил этот военный, ранее жил Янукович. Вы посмотрите, только какой диверсант Витя. В Ростове жил, туда пришел переворот Пригожина. В Подмосковье жил, именно туда вломился злой боевик. Предлагаю Федоровичу пересадиться в Кремль. Так и назовем эффект Витьки. А вот еще один будущий захватчик коттеджей. Если, конечно, выживет, в чем я сомневаюсь. Этот мужчина из Новосибирской области очень сильно захотел на войну в Украину. Все для того, чтобы им гордились. Сейчас у меня зять там, вот два племянника, повторюсь, один спагид, завтра мой хранитель. У меня есть с кем гордиться. Но хочу, чтобы мы гордились так же. И внуки мои, и дети, и все. Потом, да, на 110% пунктируют, и все это рассматривают. Видите, как на него жена смотрит? Прям во взгляде считается. Боже, юки ку**. И сейчас вы поймете, почему. Изначально были все против. У жены, это самая первая, конечно, в истерику впала. Дело до полиции даже находило. Ну, мне надо было ехать в маинкомат. Она цеплялась, не отпускала. Поржала, припщала. В ракуле я была даже. Я подвонил в полицию. И объяснил ситуацию. Уйти, в ровное слово, хочу. Она не дает, не пускает. Полиция приехала, объяснила. И жена уже была и не против. Интересно только, чем заманивали? Ладой или сроком? Как думаете? А тем временем Лукашенко приехал на поклон к Путину. И, не поверите, пожаловался, что его начали напрягать вагнеровцы. А все потому, что якобы боевики Пригожина хотят идти на Польшу. Как вам поворот? Нас начали напрягать вагнеровцы. Просится на запад. Разрешите нам. Я говорю, вам зачем на запад туда? Ну, и втихую мы же контролим, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешу. А Жешу для них неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит Жешу. Это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились, с Беларусь. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие. И надо отдать должное. Они знают, что происходит вокруг союзного государства. Ну, это так, штрих. Поэтому мы будем всячески противодействовать этому. И я прошу, чтобы вы тоже рассмотрели этот вопрос у себя. Ну, а напоследок я хочу вам показать, насколько же зет-патриоты рабы. История была так. Белорусский активист решил разослать школам в Курской области письма с требованием провести крестный ход. Все это написал от имени Единой России. Результат можете увидеть сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова